Здравствуйте, уважаемые представители сайта АВЦ ГИД РУ. В эфире первый выпуск видеоблога главного редактора журнала АВЦ Ольги Смирновой. И главреда сайта Алексея Водовозова. Ольга, а почему ты в маске? Ну, так на одном из сайтов написано, чтобы защититься от сильного гриппа, нужно всё время носить маску. А там на этом сайте не написано, что маска для здоровых людей бесполезна? Нет. Да, ну может быть, тратили использовать вот этот прибор? Ну, если это поможет... Он фильтрует гораздо эффективнее, да? Без пейерики. А если серьёзно, сегодня мы будем говорить о достоверности медицинской информации в интернете. Что является правдой, что выносит, и как отучить одно от другого. Вернёмся к свиному гриппу, что пишут на сайте Всеверной организации здравоохранения о маске. Неправильное ношение маски может практически не уменьшить, а увеличить риск заражения. При ношении маски необходимо соблюдать и другие требования общего характера, например, мыть руки. С одной стороны, искать медицинскую информацию в интернете очень просто. Вводишь в любой поисковик название болезни и перед тобой сотни ссылок на десятки сайтов. Но вот сориентироваться в этом море очень сложно, особенно мне врачу. Как отличить, какая информация является достоверной, а какая нет? Вот простейший пример. Берём первую попавшуюся новость с очередной медицинской сенсацией. «Хлебная корка предотвращает развитие рака». Да, вот такая. Самая простейшая хлебная корка, хрустящая, способна, по мнению индийских учёных, предотвращать развитие опухоли, точнее даже рака, желудочно-кишечного трака. Это правда? Проверяем. Идём искать первую источницу. Исходная статья обнаруживается в маленьком, но гордом официальном печатном органе Европейской организации по предотвращению рака. Не самый авторитетный журнал, впрочем, это не так важно. Самое главное начинается позже, когда читаешь заголовок и абстракт статьи. Выясняется куча ограничений данного исследования. Итак, смотрим. Первое. В опыте участвовали только крысы. Во-вторых. Только толстая кишка, а не лезвие лучше с печёчным раком. Только теоретически предраковые изменения, а не сам рак. Только две формы из всех возможных изменений. Только вызванные одним определенным, очень сложным канцерогеном 1,2-диметилгидродин. И только один антиоксидант был выделен из средней корки, а вовсе не глупо. И так, вывод у нас такой. Что даже если есть хлебные корки, риск развития рака желудочного пищевого тракта не снижается. Ко всей информации в интернете следует относиться скептически. Особенно того, что касается здоровья. Это поможет сберечь это самое здоровье лучше всяких лекарств, компьютерных советчиков и приборов. Всего доброго. До следующего выпуска. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok